По мусорному кругу, как в Вятке работает переработка вторсырья и работает ли, мы говорим сегодня об этом. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Да, это программа «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко и Светлана Заньков по-прежнему в студии. Лев Калашников, экоэксперт переработки шин в нашей студии. Олег Ефремов, производитель полимер песчаной плитки вместе с нами. К нам присоединился Олег Кассин, управляющий партнер международной юридической компании «Кассина партнер». Еще раз поздороваемся с нашими слушателями. Добрый день. Добрый день. Добрый день всем. И я попросила выйти с нами на связь Василия Васильевича Зонова, компания-основатель и владельца компании «Ключ здоровья». На ларьках «Ключ здоровья» появились и уже функционируют коробки для сбора батареек. Мы их всех туда радостно несем. Радостно, потому что понятно ближайшее место, куда можно принести батарейки. А вот дальнейшая их судьба и как функционирует вся эта система, нам пока непонятно. Выяснилось в прошлом часе, что Владимир Мацук, генеральный директор «Мегаполис Ресурс», взаимодействует с компанией «Ключ здоровья». Как это взаимодействие осуществляется? И что делается еще раз? Несет ли затраты компания «Ключ здоровья» на сбор, транспортировку этих батареек? Или наоборот, есть возможность на этом зарабатывать? Об этом с Василием Васильевичем сейчас поговорим. Василий Васильевич, добрый день. Добрый день. Сколько времени уже функционирует сбор батареек? Вот хочется понять, сколько времени функционирует и сколько Вы собрали? Ну, Вы знаете, вот эта идея нам пришла осенью. У нас есть уже сбор мусора, у нас стоит 180 урн, на каждом киоске висит урна. И 180 урн... Алло, слышно? Да, да, слушаем. 180 урн мы регулярно, ежедневно убираем, вывозим на... твердые бытовые отходы, как-то платим за это дело. Вот, и возникла идея параллельно сделать утилизацию батареек, значит, удобной для населения, развести эти ящички. Вот, и как показалось, это произошло у нас где-то, дай Бог памяти, в октябре, наверное, да, мы стартовали с этим делом. Заготовили ящики, повесили их, сделали объявление на них. Вот, и удивительно, что народ, вот что я хочу похвалить наших кировчан, действительно, многие собирали батарейки у себя дома, хранили их в коробочках, в баночках, не выбрасывали, в общем-то, сознательно, вместе с бытовым мусором. Вот, и дождались этого момента, когда мы этим занялись, и у нас пошел просто вал этих батарейок, я просто не ожидал, не ожидал. Следующий вопрос возник у нас, куда эти батарейки девать? Ночных свозили на базу, ежедневно эти ящички опорожняются у нас, и опорожнялись раньше. За тариумом специальная кубовая, такие капроновые емкости, вот, в каждую у нас вылазит больше двух тонн. Пока, конечно, у нас не так много их набралось за время нашей работы. Вот, ну вот, а что делать дальше? Как выяснилось, мне, в общем-то, человеку, который обязал все это делать, не просчитав, может быть, дальнейшие свои шаги, выяснилось, что дальше-то делать нечего с ними. У нас в России единственный завод, вот Матсюк Владимир, его директор, это частный завод, значит, который занимается коммерческой деятельностью по переработке других отходов, которые приносят прибыль. А переработка батареек, к сожалению, как я уже задним числом выяснил позднее, нет таких технологий, которые позволяют вынуть из этих батареек составляющие их элементы, сделать это рентабельно по отношению к извлечению этих же самых элементов, скажем, из карьеров или из шахт. То есть переработка батареек, она на сегодняшний день убыточна, и во всем мире, значит, она финансируется за счет государства, различных фондов, бюджетов, вот, за счет утилизационных сборов. У нас, к сожалению, вопрос, вот как я уперся в него, оказалось, что, значит, он вообще не решен. Значит, для того, чтобы сдать килограмм батареек в переработку на Челябинский завод, нам за этот килограмм нужно заплатить 80 рублей. Помимо того, что мы собрали батарейки, что мы складировали в одном месте, что мы их довезли до завода, мы еще должны на входе в завод в Челябинске, параллельно, значит, достать из кармана 80 рублей с каждого килограмма, за те тонны, которые мы собираем. Значит, что хочу сказать, вот Мацюк молодец, значит, он, видимо, человек деятельный, и, видимо, он все-таки какие-то гранты, какие-то средства где-то нашел. Значит, источник происходения не говорил, но вероятность всего, что это зарубежное, скорее, не российское, к стыдному нашему средству. И он принял у меня следующую часть батареек. Первую я заплатил, вот, поскольку уж, коли я начал это дело в городе делать, то, ну, стыдно развернуться и сказать, ребята, я бросаю, потому что я не нашел способа сдачи этих батареек без больших значительных трат из своего кармана. Вот, он пошел на встречу, он принял у меня батарейки эти, вторую партию, вот. Что будет с третьей партией? Вот сейчас у меня копятся эти емкости тонны. Я не знаю, пойдет он на встречу или нет. Значит, что тут в этой ситуации, я хотел бы сказать сразу же. Значит, наша страна богатая, в ней есть много нефти, газа, леса и всего прочего, металлов. Но почему на ней не находим... Тема экологии сейчас очень остра, как бы, осознанно, как чиновниками, так и населением. Вот, почему у нас не сомкнутся эти две вещи, значит, в том, чтобы для утилизации вот таких вещей, вредных, опасных, нужны федеральные какие-то средства, муниципальные какие-то бюджетные средства. Энтузиасты есть, я в их числе. Давайте это дело, как бы, до конца доведем. Вот, собственно, все, вот мой такой вот горячий спич. Спасибо, Василий Васильевич, спасибо большое. Василий Зонов, компания «Ключ здоровье» был с нами на связи. Вот, коллеги, это как раз проблема, которую хотелось бы обсудить, мы все время об этом говорим. Вроде бы в такие продукты, в упаковку, в батарейку, в шину заложен некий экосбор. Поскольку их нужно утилизировать, предприятия-производители закладывают в цену. Мы, покупатели, платим, платим за это, тоже оплачиваем утилизационный, получается, сбор. А в итоге те предприятия, которые их собирают, они, во-первых, не зарабатывают на это ничего, еще и платить вынуждены для того, чтобы вставать. Где здесь собака зарыта? Может быть, Олег Кассин, только что подключившийся, рассуждал на этой теме и думал? Думал, рассуждал. Готовый рецепт ждете? Нет его. В любом случае, это ответственность в том числе и государству, как и гражданам. Граждане, как мы видим, этим вопросом озабочены. Вот видите, батареечки несут. Что делать с этим дальше? Ну, наверное, это работа и забота государства. Пусть субсидирование будет не напрямую, но льготы таким предпринимателям и предприятиям, которые перерабатывают, должны быть. Давайте с них не будем брать налоги. Давайте им простим НДС. Давайте разрешим им не уплачивать там социальные взносы. У меня один вопрос волнует. Где эти деньги, которые обозначаются как экосбор или сбор на утилизацию? Они где? Почему они не работают? Ну, может быть, нашим гостям вопрос. Почему? Потому что они как раз... Нет, ну, наверное, задавались этим вопросом. Куда уходят эти деньги на экосбор? Они должны работать на утилизацию, а не где? На них должны в сортировках как минимум минимально строиться и так далее. Все вот эти компании гигантские, которые производят продукт, деньги эти платят. Куда уходят эти деньги? Почему они не идут на, опять же, на стимулирование, на развитие бизнеса, на возмещение, если мы, например, от налогов избавляем еще чего-то, на возмещение вот этих затрат для того, чтобы переработка работала? Ну и что? Зато у нас самые лучшие ракеты. Нет, это отлично, конечно. И мы сейчас с точки зрения экономики, я не понимаю, на самом деле, где эти деньги, почему они не окрашены, почему они не выделяются отдельным потоком и не финансируются эти предприятия? Ну это следующий вопрос, который нужно задать, а, экономистам, б, видимо, новому правительству, в, новой, скорее всего, скоро Государственной Думе, раз они экономикой нынче собрались заниматься после заявления Владимира Владимировича Путина усиленными видами темпами. Экономикой и социальной поддержкой населения. Здесь все как раз на нашей теме. То есть вот вопрос. А вы, Светлана, я вижу, оптимист. Какая новая Дума? Никакой новой Думы не будет, никакой новой власти не будет. Окей, это в программу особое мнение. Мы вот эти вопросы все оставим. То есть есть эта проблема? Мы понимаем, что она есть, и что она тормозит развитие ресайклинга в нашей стране или нет? Проблема, конечно, есть, да. Но только Мацук нас успокаивает, что ничего страшного. Эти проблемы были и в других странах. Погоди, мы еще лет 15, и глядишь, у нас все наладится. Просто деньги, я так понимаю, что они собираются и уходят потом не на отдельную какую-то стадию переработки, а в общем. В общий котел. И идет на программы комфортная городская среда или безопасные и качественные дороги, которые у нас поплыли все в этом году снова. Закатались и поплыли. Да вот туда уходят. Ну, потому что там крошку не добавляли. Крошку не добавляли. Да, кстати, надо как бы вспомнить, мы об этом не раз говорили, когда мы говорим о ресайклинге, то переработанные отходы, в частности, и шламы от отходов первого и второго класса опасности, и резиновая крошка от шин идет в производство асфальтобетона и тех самых дорог, которые, как мы радуемся, на Западе служат там десятилетиями, а у нас каждый год всплывают и вскрываются. Ну, такая вот история, да, технологический процесс так настроен. Так, Олег Кассин, а у вас какой опыт в сфере переработки мусора? Сортировки, скорее, даже. Не, почему и переработки тоже. То есть мы сопровождаем инвестора шведского компания, которая готова заходить сюда, в Кировскую область. Более того, они уже там первые робкие шаги начали делать. Мы провели ряд рабочих встреч, в том числе и с губернатором, и с его замом Чуриным. Ну, и вот такая большая встреча у нас была в прошлом году, когда мы встречались и подписали документы, разные протоколы и так далее, бумаги, соглашения о сотрудничестве. Эту рабочую группу возглавлял Кадыров, присутствовал Редькин. Ну, из всех перечисленных осталось, по-моему, только Албегова. То есть с кем мы договаривались, вопрос, конечно, хороший, но, наверное, с властью, да. Вопрос тут состоит в чем? Почему люди готовы вкладываться на иностранные инвесторы, да, потому что им деньги дают государственные. Вот как их привести, государственные, не наши, не Российской Федерации, а иностранных государств. Как нам их сюда привести? Вот это задача номер один. То есть Российская Федерация готова их принять, готова принять их технологии, но в силу, да, мы, конечно, не в особом мнении, но в силу некоторых событий, а конкретно санкции, первых десятых пакетов этих санкций, не пускают в Россию как технологии, так и капитал. Вот проблема-то, как через границу деньги сюда затащить? Мы бы и рады, но не пускают. Исследование уже проводилось по составу мусора и так далее, то есть они представляют, какие технологии нужны здесь для того, чтобы мусор делить на фракции? Да, морфологию проводили, исследования проводили, ужаснулись, но от проекта не отказались. То есть проблемы, да, однозначно будут, и проблемы будут однозначно с тем, что кругом мусор, а взять его просто невозможно, потому что каждые кучки мусора, даже и в лесу, когда она в лесу лежит, там хозяев нет, штрафовать, условно говоря, некого. Когда появляется интересант, сразу же обозначается ценник. У каждой кучки мусора в смысле полигонов есть свой интересант, который ставит свою цену. Да, 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 который ставит свою цену и говорит, нет, дорогие друзья, как бы у нас мусор самый замечательный, экономически выгодный, поэтому, ну вот, welcome, платите там деньги. А что намерены были делать с ним шведы? Они намерены были только сортировать и отправлять перепроизводство, переработку в ресайклинг здесь, в России, или отправлять там составами в Швецию? Планы были, я вам не могу сейчас прямо сказать. Не, у нас это не коммерческая, нет, конечно, не коммерческая, потому что об этом говорили, и достаточно открыто, и на встречах на всех уровнях, и в том числе и в СМИ. Они хотели делать здесь готовый продукт, и уже этот готовый продукт паковать в вагоны и ЖД-транспортом вывозить в Европу. То есть еще и вот эта составляющая прибыли, вернее, налоговая составляющая, она оставалась бы здесь, в России? Конечно. Прибавочная история. Безусловно. Прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. Мы идем по мусорному кругу и обсуждаем сектор ресайклинга в нашей экономике, который сейчас, как мы видим, по крайней мере, из нашего обсуждения, пока вообще никак не очерчен и не имеет явно выраженного лица. Непонятно, как выстраивается структура, неясно, какая юридическая база для работы бизнеса в этой сфере, непонятно, как стимулируется государством возникновение этих производств, но, в общем, туго идет. И даже нет понимания, нет структуры четкой, да, сколько игроков, что у нас, какие виды отходов идут в переработку, какие не идут, и как быть с логистикой тех же батареек в Челябинск на частное предприятие, которое берет за эти деньги, и немалые деньги, да, с утилизацией батареек. Ну, в общем, вопросов действительно много, и часть вопросов из них могли бы решить, наверное, власти, в том числе, задействуя вот тот самый утилизационный сбор, который заложил в товары, у нас на связи. Максим Лобанов, генеральный директор корпорации «Экополис». Максим Борисович, добрый день. Добрый день. Вообще, конечно, когда смотришь на фотографии производства, которые открылись, сейчас меня уточним, где конкретно в Московской области по переработке бытовой техники, кажется, что это завод будущего, для России это выглядит как завод будущего. Где вы локализуетесь? Ну, корпорации «Экополис» три завода по сбору, переработке и утилизации электронно-электрического оборудования. Вот, поэтому два завода находятся в Москве, один находится в Орловской области. В Орловской области. Вот, судя по тому, что говорят наши гости в студии, а у нас здесь есть бизнес, который перерабатывает шины, который перерабатывает пластик в небольших количествах, судя по тому, что Владимир Мацук сказал, генеральный директор «Мегаполис Ресурс» и его партнеры, возникают эти производства, пока что в смешанном таком соотношении вот мотивация. Мы пока не увидели какой-то явно выраженной суперэкономической эффективности этих заводов. Больше какая-то социальная ответственность просвечивает бизнесы здесь. У вас три завода, уж точно они не могли без экономического обоснования серьезного возникнуть. Где это экономическое обоснование, и действительно ли являются сейчас такие производства по переработке бытовой техники доходными? Очень сложный вопрос. Могу вам сказать следующее, что мы являемся не только сборщиками и переработчиками электронного оборудования, а у нас есть еще и сами производственные предприятия, которые непосредственно мы перерабатываем эту готовую продукцию. Если говорить о такой расширенной линейке, то да, действительно, определенный экономический смысл этот есть, но, скажем так, больших денег на этом не заработаешь. Смысл заключается в том, что на сегодняшний момент мы понимаем, что за переработкой, вторичной переработкой, в любом случае, хоть в России, хоть в мире, это будущее. Любые страны, европейские страны, к этому уже пришли. Наша страна двигается по этому же пути. Поэтому данный бизнес на сегодняшний момент носит не только социальный характер, а носит просто за столбить за собой место на этом рынке. Больше, наверное, так. Нужна ли сейчас какая-то поддержка, стимулирование сферы вторичного использования мусора со стороны власти? Необходимо ли менять законодательство? И используется ли как-то, ощущаете ли вы, что утилизационный сбор, который платят граждане за товары, он идет именно на вторичную переработку, на переработку тех товаров народного потребления, которые есть в быту? Смотрите, на первый вопрос отвечу сразу, касательно мер поддержки со стороны государства. Вы знаете, на такой вопрос я не видел ни одного еще комментатора, как вы в эфире, который бы сказал, что нет, не нужна. Конечно, нужна. И нужна не только поддержка с точки зрения слов, каких-то налогов, нужна реальная поддержка и нужна поддержка точечная, в которой, к сожалению, системной поддержки на сегодняшний момент конечно нет. По крайней мере, мы это ощущаем в своем, как бы, сегменте утилизации. Самая главная поддержка это субсидирование производства с точки зрения покрытия части на оборудование, потому что это высокотехнологическое производство. И второе, как бы, это субсидирование, конечно, логистики, потому что логистика убивает, скажем так, весь экономический смысл. Касательно второго вопроса, как бы, да, можете повторить, пожалуйста. Что касается утилизационного сбора, доходит ли он до вас, как до переработчиков? БУ техники? Смотрите, вопрос и да, и нет. Объясню. Дело в том, что на сегодняшний момент именно в нашем сегменте бизнеса выдано приблизительно 3000 лицензий на утилизацию электронно-электрического оборудования. Да, он доходит в какой-то мере, но на сегодняшний момент его получают также большинство предприятий, которые фактически не являются утилизаторами. Я считаю, что со стороны государства недостаточный контроль утилизирующих предприятий, что нужно действительно, как у банковской сферы произошло, их сокращать и осуществлять контроль действительно. Вот, отвечу так на этот вопрос. Что вы принимаете на переработку и кто это, кто вам поставляет, какие компании, юридические лица, может быть, физические лица? Смотрите, наше средио для переработки является, если бытовым языком, все, что включается в розетку или имеет какую-то электронику. То есть, начиная там от фенов и бритв, кончая, допустим, холодильным оборудованием, компьютерами и так далее. То есть, мы перерабатываем всю электронику, которая так или иначе в нашем быту содержится. Касательно второго вопроса, кто нам поставляет, смотрите, здесь 50 на 50, мы делаем свои сборочные центры, это для населения. И второе, как бы мы заключаем контракты с соответственными производителями, с соответственными потребителями и компаний, кто должны утилизировать. Сейчас, по закону нашему, все компании должны заниматься утилизацией. То есть, отбывать свою технику и, соответственно, за это платить. Ну, на сегодняшний момент все компании это, естественно, не делают, а занимаются фактически продажей бытовой техники. контракты, допустим, если такие глобальные, сказать, допустим, компании Эльдорадо и Эльдорадо. Всю технику корпорации Эльдорадо и Эльдорадо мы утилизируем. Также, допустим, население может принести свою отработанную электронику и будьте уверены, что она точно попадет к нам и будет утилизирована. А на выходе что получаете? То есть, как используется затем вторично это, то, что вы разобрали. Смотрите, да, я понял ваш вопрос. Касательно переработки, значит, мы получаем черные металлы, которые задаются нашим партнерам по переработке. Цветные металлы мы перерабатываем сами уже в готовую продукцию. Платик перерабатываем сам в ганулят, который дальше используется по вторичному обороте для производства обычных пластиковых деталей. И сколько остается фракции, не переработанной вами? Фракции остается приблизительно процентов 10-15, но мы утилизируем допустим платье, которое мы не можем использовать во вторичном обороте, то есть, здесь есть не обгонулы, мы сдаем на сементный завод, не буду сейчас говорить на кроте, химическая тайна, которые используют его как вторичное сырье для своей переработки. Они поставили замечательные фильтры, поэтому у нас на захоронение ничего не идет, ноль. Вот, что называется, да, ресайклинг в чистом виде, практически, да, замкнутый цикл, полная переработка. Есть ли еще потенциал, ну, вы сказали, что компаний много, но фактически компании, которые действительно переработкой занимаются, их меньше гораздо. Есть ли еще потенциал для развития дополнительных заводов по переработке или хотя бы для выстраивания логистики и сбора уже с других регионов, с других макрорегионов страны? Смотрите, сложный вопрос. Если ответить, допустим, на Москву, то мощность нашего завода покрывает полностью всю Москву и Московскую область. Что касается других регионов, то здесь сложная ситуация, потому что логистика убивает реально все, сырье очень дешевое, вот, и вести ее на какое-то большое расстояние, скажем так, больше 600 километров абсолютно невыгодно. Соответственно, по моему мнению, необходимо строить в зависимости от региона перерабатывающий комплекс непосредственно от регионов, по крайней мере, так идет весь мир, и заниматься на месте переработки, это раз. Второе, касательно емкости рынка, на сегодняшний день вообще в Российской Федерации образуются 1 миллион 400 тысяч тонн электроники. На сегодняшний день, так или иначе, собирается и утилизируется, не будем говорить какой степени утилизации, в общем, собирается и утилизируется приблизительно где-то 250 тысяч тонн. то есть в России сейчас 15%, только 15-20% может собирать утилизирование. То есть емкость рынка еще большая для новых и новых. То есть остальное все на полигоне, да? Вы знаете, остальное все на полигоне, ну смотрите, если мы говорим, допустим, есть какая-то деревня в Украинской области с населением тысячи человек, у которых формируется пару холодильников, пару стиральных машин, пару мониторов, ну как вы думаете, сельский житель повезет куда-то это на утилизацию? Вряд ли, ну даем видео Эльдорадо возможно еще, да? Дальше, конечно, ну да, даем видео Эльдорадо может уже куда-то везет. Посмотрите, у нас сирения формируется 70% всей бытовой электроники, 70%. Ну весь мир идет к тому, что нельзя конечно 100% утилизировать. Такого нигде в мире нет и никогда не будет. Но хотя бы поднять процент до 50-60%, это реально. Спасибо большое, Максим Лобанов, генеральный директор корпорации Каполис, был с нами на связи. Мы прорвемся на полторы минуты и продолжим с нашими гостями. Партнер программы Разворот на бизнес Кировский завод Сельмаш. Продолжается программа Разворот на бизнес. Здесь студия Олег Прохоренко и Светлана Занько, Олег Калашников, экоэксперт по переработке шин, Олег Ефремов, производитель полимер песчаной плитки Олег Касин, управляющий партнером международной юридической компании Касина Партнеры. И мы сейчас пытаемся связаться с Константином Гончаревичем, руководителем компании СИТЭК. Константин где-то на пути в Сыктывкар и, возможно, там будет где-то связь. Может быть, он, надеюсь, вышки стоят уже вдоль всей трассы на Сыктывкар. Потому что хотелось бы поговорить как раз поподробнее про сортировку. Я бы хотел задать пока вопрос, пока пытаемся связаться Олегу Касину. Почему все-таки Швеция была выбрана в качестве такой партнерской страны для потенциальной строительства мусора сортировки Кирова? Это не Швеция была выбрана. Это Кировская область была выбрана шведскими предпринимателями. То есть, они вышли на вас? Да, конечно. Первое, конкуренция здесь была на тот момент низка, ее не было. Ну, потому что, конечно, в Москву их бы не пустили точно. А в Кировской области поляна была чиста, поэтому они зашли. Ну, и, соответственно, власть в то время откликнулась достаточно живо, пригласила, обеспечила, скажем так, представительство на высоком уровне, поэтому, ну, вот карта так легла. Как это будет продолжаться дальше, это никто не знает на сегодняшний момент. С точки зрения технологий, насколько шведы преуспели в этом деле? Они готовы все самые передовые технологии привезти, если им разрешат. Потому что вопрос привлечения технологий, это вопрос финансирования. А вопрос финансирования, соответственно, решается на высоком государственном уровне, в том числе и в странах Европейского Союза. А так, как мы, мягко говоря, с ними сейчас прохладные отношения у России, да, то и, соответственно, поток финансирования не может быть сейчас запущен на полную для того, чтобы привлечь те же самые технологии. Мне интересно, работает же завод Эки не один, но я имею в виду завод домостроитель в Гадских Полянах шведских, да, то есть там претензий припонов нет или дело как раз в том, что он работает уже давно и проблем с этим не имеет? Проблем на момент, когда завод открывался, когда туда были привлечены технологии и финансы, у нас отношения были гораздо более теплыми, чем сейчас. Поэтому вопрос начала деятельности уже, ну, 50% определяет успех всего предприятия в целом и продолжить. Не закрывать же сейчас Эки в Гадских Полянах. Ну, сейчас вообще проблема такая как раз правильно Олег говорит по поводу смены руководства постоянного, да, у нас, к сожалению, не система работает и не институты там какие-то работают, и не четко выстроена экономическая структура, а вопрос, кто у власти сейчас, у кого какие взаимоотношения идут в представительство, а у нас меняются губернаторы, у нас меняются сети-менеджеры, у нас меняются министры, и с каждым нужно договариваться, вот нет системы, которая работает, неважно, кто там меняется в качестве управленца, да, четкая система, вот она работает, вот правила игры, неизменные. То есть должно быть функция, а не персона какая-то. Должна быть функция, а не персона, совершенно верно. Да, конечно, есть какие-то глобальные истории, вот как, например, санкции, которые мешают, и об этом европейцы сами говорят, прежде всего бизнес, говорит, что санкции мешают всем, мешают всем, политикам они только не мешают, вот, а бизнесу, экономики, санкции мешают, соответственно. Но и тем не менее, даже там, где нет этих санкций, даже там, где есть инвесторы, есть вроде бы регион, который нуждается в инвестициях, личный фактор выступает на первое место. И вот личные договоренности. Точно так же себя ведь чувствует и региональный бизнес. Региональный бизнес тоже не в системе работает, а вынужден ходить там и договариваться. И каждый раз при смене руководства, а оно у нас меняется вот так, вот одним выступлением, например, каждый раз при смене руководства приходится передоговариваться. А как долго выстраиваются связи и отношения, мы с вами знаем. Пока с одним договорился, пришел уже другой. И все по новой началось. К сожалению, Кировская область не является здесь локомотивом, потому что перед программой мы мониторили, смотрели, где и что. То есть Москва уже перешла на раздельный сбор мусора. С 1 января. Там завод по переработке пластика. И как выяснилось, не один. Первые пандоматы по приемам стеклянных бутылок. В Питере я прочитал пункт приема органики заработал. То есть в Кирове пока ни того, ни другого, ни третьего. К сожалению, нет. Как основы нет сортировки. Я так понимаю, что сортировки мусора у нас пока даже в ближайшей перспективе не предвидится. Она предвиделась. Вы помните, когда мы здесь обсуждали много раз, вот когда вошла, что называется, вышла уже и официально стала работать мусорная реформа, мы обсуждали сортировку прежде всего. Люди задавали вопрос. Окей, полигоны, транспортная схема, повышение стоимости сбора мусора, но где сортировка и где переработка. Да? И вот главный вопрос. Как заниматься просветительством по раздельному сбору? Если вот так вот выстроили... Нет, сортировки нет, переработки. За что мы платим и как мы будем просвещать? Тогда приходил Михаил Шихов, представитель САХа, и говорил, что прямо сейчас САХ занимается разработкой технической документации по строительству сортировочного завода. И он в прошлом году, в весной, уже готовы были приступить к этому самому строительству сортировки в Осенцах. Но что случилось в Осенцах, мы с вами знаем. Вообще, да, уже несколько лет, там, пятый, наверное, год, по Осенцам шли разбирательства. Сейчас суд принял определенные решения. И даже если бы уже, окей, сказали, строите завод, построить его сейчас нет смысла, поскольку вот в таком такая возникла юридическая коллизия. И по факту вообще весь сбор мусора и его складирование, сортировка и утилизация встали в Кировской области. Мы имеем в виду ТБО, да, ТКО, твердые коммунальные отходы. Ну и, собственно говоря, любое такое утилизационное и перерабатывающее предприятие еще вызывает очень много вопросов как раз в технологии и в его экологичности. И поэтому не зря вопрос Олегу Кассину задавали насчет технологии переработка и бытовых отходов, и отходов первого-второго класса опасности, технических отходов, сточных вод. Это все очень и энергоемкие производства, с одной стороны, с другой стороны, некоторые из них энергию как раз дают. Но вопрос экологической составляющей, фильтры, о которых вы говорили, что выбрасываются в воздух, куда вывозятся отходы, это вопрос, который задает население прежде всего. Да, технологии такие есть, мы их видим. Мы видим это в онлайне, потому что предприятия на Западе все имеют свои онлайн-сервисы, где в режиме 15-минутном считываются все показатели по выбросам на трубе, и вся цепочка захоронения дальнейшего отходов или складирования, она тоже высветлена, и ты понимаешь, куда они везут, в какой состав у каждой партии вывозимых отходов он есть. И вот понимая всю эту сложность и объемность, а значит дорогостоечность этого бизнеса, русский человек говорит, не верим, нам население говорит, мы не верим, что вы построите хороший заводик по переработке и по утилизации, потому что все разворуют, развезут и нас отравят, а то, что все эти отходы, начиная с шин, которые, как Лев говорит, вообще не должны соприкасаться с землей, никаких клумбочек, никаких лебедей, никакого складирования. Есть регионы, где просто запрещено и наказывается штраф. А мы их усаживаем в свои полисадники, отравляя свою собственную почву. То же самое с пластиком, который не разлагается, или микропластик, который все загрязняет. То же самое с аккумуляторами, батарейками, бытовые отходы и такого. Мы сами себя травим, но строить не даем. Ну и государство тоже что-то пытается делать, но делаем, как вы видим сейчас, по крайней мере, на данный момент, не очень эффективно. Как будет выстраиваться... Может ли само по себе без обсуждения выстраиваться вот этот бизнес и вот эти вот схемы и структуры, и понятно. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что в них должны принимать в этих обсуждениях активное участие все категории социальной группы от бабушек, там, садоводов-любителей, да, которых тоже надо просвещать насчёт лебедей и насчёт мусора, и заканчивая просвещением самых высокопоставленных лиц. Потому что, чтобы не уходить в политику, а уходить в экономику, тоже надо просвещать. И в экологию, конечно, прежде всего. У нас остаётся буквально три минуты до завершения программы. Я бы хотела, чтобы каждый из наших гостей какое-то резюме по итогам нашей программы сейчас... Со знаком плюс или со знаком минус? Со знаком плюс, но конструктивное всё-таки, да, конструктивное. У нас нет задачи в такой программе, как разворот на бизнес, заявляться, какими-то заявлениями бросаться. Мы хотим жить хорошо. А для этого должна быть здоровая экономика и здоровая экология. Дорогие коллеги, радиослушатели, хотел обратиться к вам. Ну, в первую очередь, нужно начать с самого себя, то есть показать пример окружающим в плане разделения отходов и их утилизации. Ну, и бороться нужно за нашу экологию, потому что мы видим, что происходит у нас сейчас на улице. Январь, минус один. Такого не было больше ста лет. Лев, куда вести шины? Как группа ваша называется в ВКонтакте? ВКонтакте группа называется «Утилизация шин в городе Кирове». Всё. Утилизация шин в городе Кирове. В ВКонтакте и вперёд. Да? Ну, по шинам, да. Очень хорошо. Олег. Мне кажется, люди сейчас, которые проживают в Кировской области, гораздо более готовы к этой же мусорной реформе, к раздельному сбору мусора, к переработке, к утилизации этого мусора. Гораздо более, чем система власти и бизнес. Ну, для бизнеса всё просто. Ему нужно показать пряник, выгоду прямую. Да они её сами найдут. Главное её создать и обозначить. И правила понятны. И правила игры, конечно. Кто же будет миллиард рублей на строительство завода инвестировать, чтобы послезавтра их, условно говоря, потерять без определённых правил игры, чётко сформулированных и гарантированных на самом высоком уровне. Пожалуй, так. Олег Кассин. Олег Ефремов. Я присоединюсь к словам Льва, что надо сработать со знанием, начиная с детского возраста, с 3-4 лет, и уже воспитывать следующее поколение. Показываем положительные примеры Запада по раздельному сбору бусора и далее, и далее. Будем думать, что это поколение 3-4-летних как раз к возрасту, когда они вступят в активную трудовую деятельность, уже будут иметь эти правила, понятные экономической игры. Санкций не будет, и с экологией уже можно будет работать профессионально. Мне кажется, ещё экономические должны быть. Какие-то бонусы для населения, в том числе. Посмотрел просто, как в других странах это реализуется. Где-то дают тебе чеки за сданный, раздельно сданный мусор, и ты можешь уменьшать на эту, за счёт этих чеков стоимость оплаты за мусор, который ты сдаёшь. Как вариант. Или ты в Италии сдаёшь PET-бутылку и получаешь право на бесплатный проезд. И что-то ещё. Вот такие вещи, они должны тоже заставить работать. Но понятно, что без какой-то системы, без системного подхода это работать не будет. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужна как раз стратегия не только по захоронениям и полигонам, но стратегия по тому, каким образом стимулировать людей. Олег правильно сказал. Люди готовы. Все никогда не будут сортировать мусор, но люди готовы. Самое главное, чтобы они могли этот мусор взять и куда-то удобно сдать, отсортированный ими самостоятельно. Это была программа «Разворот на бизнес». Всем хорошего дня.